МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По итогам торгов во вторник интернет-ретейлер Амазон Ком впервые обогнал Альфа-Бет, холдинговую компанию Google и стал второй по размеру капитализации компании в мире. Как отмечает The Financial Times, котировки акций Альфа-Бет снизились за день на 0,2%, в то время как бумаги Амазон подорожали на 2,7%. В результате рыночная стоимость Амазон составляет сейчас 768 миллиардов долларов против 761 миллиарда у Альфа-Бет. Apple продолжает занимать первую строчку с капитализацией 889 миллиардов долларов. Азербайджан ведет переговоры о вступлении в организацию стран-экспортеров нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя организации. Как известно, Азербайджан является одним из участников соглашения, к которому присоединились члены и нечлены ОПЕК о скоординированном сокращении добычи. В январе Азербайджан, где первая скважина для добычи нефти была пробурена в 1846 году, добывал 810 тысяч баррелей нефти в день. ОПЕК в целом 32,2 миллиона. Напомним, в ОПЕК уже вошли в последнее время две новых страны – Габон и Экваториальная Гвинея. И число его членов выросло до 14. Тем не менее, доля картеля в мировой добыче нефти сократилась до примерно 40% с 55 в начале 70-х годов прошлого века. Президент Венесуэлы Николас Мадуро деноминировал боливар. Национальная валюта похудела на 3 нуля. Как объяснил Мадуро, это сделано для гарантии экономической стабильности. Хотя в это сложно поверить. Годовая накопленная инфляция в стране в феврале превысила 6000%. Ситуация осложняется дефицитом товаров, падением доходов государства, а также массовыми протестами населения против политики действующего президента. Японский автопроизводитель Nissan Motor в рамках стратегии развития направления электромобилей планирует к 2022 финансовому году продавать 1 миллион таких машин в год, говорится в сообщении компании. Nissan уточняет, что данная цифра включает в себя как полностью электрифицированные модели, так и гибридные. Согласно прогнозам компании, на данное направление к 2022 году будет приходиться 40% продаж Nissan в Японии и Европе. К 2025 году этот показатель должен достичь в этих регионах 50%. В США он может составить 20-30%, в Китае 35-40%. Компания в рамках своей стратегии, помимо прочего, планирует к 2022 году разработать 8 полностью электрифицированных моделей автомобилей, учитывая успех на рынке нового Nissan Leaf, а также с 2021 года электрифицировать новые модели Infiniti. Отношения США и Казахстана насчитывают вот уже более четверти века. Это одно из первых государств мира, которое признало независимость Казахстана. На сегодняшний день Соединенные Штаты для нас стратегический экономический партнер. И это даже несмотря на низкий товарооборот между двумя странами. По нашей статистике мы импортируем, ну я имею в виду данные за 2017 год, мы импортируем из Америки примерно на 900 миллионов долларов, конечно, и экспортируем туда примерно на 300 миллионов долларов, небольшой. Соответственно, у нас дефицит в торговле США. А американская статистика наоборот говорит, что у них дефицит в торговле с нами, они оценивают экспорт к нам примерно в 400 миллионов, импорт от нас примерно в 600 миллионов. Но это нюансы такие. То есть, видите, объемы товарооборота не очень велики. Поэтому США для нас. Мы для США, соответственно, еще меньше. Мы даже в первую тридцатку не входим в американских торговых партнеров. Традиционно на экспорт в США идут феросплавы, это примерно половина всех продаж. Далее идут химические радиоактивные элементы и изотопы, в частности уран. На них приходится еще 20% экспорта. Отметим, за последние пять лет объем продаж в США из Казахстана держится на стабильном уровне и в среднем составляет 440 миллионов долларов. Тогда как импорт из Штатов за этот же промежуток времени сократился на 42%. Эксперты подчеркивают, что данная ситуация сложилась из-за турбулентности на глобальных рынках, которая исказалась негативным образом на американском импорте. Несмотря на то, что уровень взаимной торговли невелик, экономические связи двух стран очень сильны. И в первую очередь это инвестиционное сотрудничество, заслуживающее отдельного внимания. В США по объему прямых иностранных инвестиций является вторым инвестором в экономику Казахстана после Нидерландов. А по инвестициям в целом также этот объем велик, он составляет около 26 миллиардов по данным Насбанка. Но надо сказать, что если говорить о прямых инвестициях, то инвестиции из Казахстана в США прямые очень невелики, они меньше миллиарда долларов составляют. Но если инвестиции все брать, не только прямые, а и портфельные и прочие, то тут инвестиции Казахстана уже приближаются к 47 миллиардам, они гораздо больше. Казахстан является на это инвестором в США. Мы инвестируем в американские ценные бумаги. Это средства, которые вложены из активов Национального фонда и Национального банка. То есть все крупные институциональные инвесторы для себя видят основным инструментом размещения денег именно в американские гособлигации. По этой причине многие страны имеют положительный инвестиционный баланс во взаимоотношениях с США. И мы не исключение. Впрочем, развивая инвестиционное сотрудничество между двумя странами, не стоит забывать и об увеличении торговых отношений США и Казахстана. И здесь мощным триггером может выступить сельское хозяйство. США владеет передовыми технологиями в сфере сельского хозяйства. И у Казахстана большой потенциал. У вас много земли, на которой можно создать большую индустрию, например, в сфере производства мяса. Для того, чтобы прокормить мир и близлежащие страны. А также в сфере производства и высоких технологий. Дивидуумы, которые могут работать с Казахстаном для того, чтобы развивать этот сектор казахстанской экономики. Так, чтобы это было выгодно обоим сторонам, чтобы могло создавать рабочие места в экономике США и Казахстана. И сотрудничать в сфере глобальной торговли. Кстати, в этом направлении уже сделаны определенные шаги. Это традиционная сфера как для США, так и для нашей страны. Определенное сотрудничество налажено. Было закуплено поголовье скота высококачественного нашими компаниями. Сейчас мы работаем над тем, чтобы привлечь новые технологии, лучшие практики в агротехническом комплексе в нашу страну. В начале этого года состоялся визит президента Республики Казахстан в США. Тогда Нурсултану Назарбаеву удалось достигнуть договоренности с американской бизнес-элитой на миллиарды долларов. Одним из важных экономических эффектов визита главы государства является проведение круглого стола с участием крупного предпринимательства двух стран. По итогам которого были подписаны документы коммерческие и некоммерческие на общую сумму почти 7 миллиардов долларов США. При этом в различных СМИ и в различных источниках указываются различные цифры. В первую очередь это связано с тем, что разбивка идет, договоренности идет на инвестиционные и торгово-экономические соглашения. Так торгово-экономические соглашения достигли 2,5 миллиардов долларов США. Объем же инвестиционных соглашений по итогам проведенных встреч Нурсултана Назарбаева в США превышает 4 миллиарда 300 миллионов долларов. Подписанные документы охватывают такие направления сотрудничества, как трансфер технологий в сферах транспорта, авиационной и космической промышленности и сельского хозяйства. Таким образом предстоит большая работа, и США заинтересованы в Казахстане, особенно после визита президента Казахстана. Казахстан должен сделать многое для того, чтобы привлечь бизнес, и он должен быть убежден, что климат и реализация многих законов и регулирование, которое принято, должно привлекать предпринимателей. Так что инвесторы, будущие инвесторы могли бы увидеть позитивную историю успеха работы в Казахстане, которая даст им уверенность в том, что это место, в котором можно рискнуть капиталом, рискнуть бизнесом, для того, чтобы преуспеть и заработать не только для себя, но и для Казахстана. Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии, где сосредоточена львиная доля американских инвестиций. На сегодня у нас в стране действует около 500 предприятий с участием капитала из Соединенных Штатов. В основном они представлены в горнодобывающей и финансовой отрасли. Но, возможно, уже в ближайшем будущем инвесторы из США придут и в сельское хозяйство республики, в очень перспективный, но пока еще не реализованный потенциал страны. Прорывом может стать создание агротехнического хаба на базе Казахстанского национального аграрного университета. Тогда в страну придут передовые технологии и практики в аграрной сфере. Казахстанского национального аграрного университета. Казахстанского национального аграрного университета. Продолжение следует...